Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу рубрику «Промыслы и ремесла Шадринского края». Сегодня мне бы хотелось вам рассказать о гончарном ремеслее. В фондах нашего музея хранится большое количество керамической посуды. Их насчитывается более 60. Все эти сосуды мы привезли из экспедиции по Шадринскому краю. В Шадринском уезде гончарный промысел был очень широко распространен. Глиняную посуду делали практически в каждом селе. Это и в Ганино, и в Кайгородово, и в Волнищево, и в других селах. Объясняется это тем, что глины в нашей местности было очень много. И она была очень хорошая по качеству и разнообразная на цвету. Самая качественная глина добывалась в Ганино. Она была очень лясткая и желто-зеленого цвета. Изготовлением глиняной посуды занимались чаще всего бедняки. Это ремесло было семейным, то есть занимались всей семьей. Дети добывали глину, а родители уже изготавливали горшки. Добытую глин привозили домой и рассаживали прямо на полу по всей избе толстым слоем. Ее нужно было затем вытоптать. Это делали всей семьей голыми ногами. Время от времени поливали водой и убирали все ненужные принцы. Это различные гальки и камушки. Из натоптанной глины, ее еще называли мяки, уже можно было делать горшки. От степени вытоптанной глины зависело и качество горшка. Если мяки был хорошо обнамятый и глина очень однородная, то горшки получались очень прочными. И они долгое время не бились. Гончарным ремеслом занимались как в специализированных домах отдельно стоящих, так и в общих избах, где жила вся семья. Гончарный промысел не очень сложный. Для того, чтобы изготовить горшок, понадобится деревянный круг, прикрепленный к небольшой деревянной лавке. Гончар сидится на скамью, а на середину круга ложится кусок глины. Из него образует дно будущего горшка. К этому дну будущего горшка прикрепляют скалки глининые. И горшок начинает расти. Когда горшок вырастет, после этого его нужно тщательно просушить. Последний этап изготовления глининой посуды – это обжиг. Его делали либо в специальных печах, либо в домашних, либо в пекарнях. В нашей местности делали разнообразные по форме и назначению сосуды. Это икринки, и молочники, и корчаги, и уксусники. Сейчас мы с вами разберемся, чем же эти сосуды различаются друг от друга. Корчага. Снизу одна тонкая, постепенно расширяется кверху. Затем к отверстию вновь сужается. Использовали такие корчаги для варения сутсла, приготовления кваса, хранения зерна и круп. Размер таких корчаг был велик, от одного ведра до двух. Крынка. Сосуд для молока, маленького размера. Вместимость такой крынки 2-3 больших кружки. Края крынки выводятся выпуклостью наружу с небольшим пережимом вверху. Горшок. Очень похож на корчагу с загнутыми краями, произвольного размера, смотря для чего он был предназначен. Для варки щей, каши, для большой или маленькой семьи. Подобные горшки могут быть размером 1-2 ведра. Кувшин и уксусник. Эти сосуды также очень похожи на корчагу. Отличие только в том, что к уксуснику с одного бока приделал носик. В этих сосудах делали домашний яблочный уксус. Калёхи и гусятницы. Края делались подобно чашкам. По форме они продолговатые. В гусятнице имеется зажим, похожий на небольшой носик, для слива вытопившегося жира из гуся. Такой посуды нужно было иметь очень много в хозяйстве. Поэтому она очень хорошо продавалась на еженедельных базарах и ежегодных торжках в Шабринске и Далматово. И, конечно же, большими базарами их увозили по селам. Маслянская, Михонская, Катайская. Каждую неделю огромные вазы с глиняной посудой уходили либо за деньги, либо на обмен.